Дорогие друзья, всем привет! Это новая рубрика на моем канале, которая будет называться АВГ-5. Ну что такое АВГ-5, наверное, вы уже знаете. Это 5 попыток сборки кубика, по которым на соревнованиях, собственно, и определяют победителя по среднему времени из этих 5 попыток. Ну а что же будет в этой рубрике? В этой рубрике я тоже буду делать 5 попыток, считать свое среднее время, а еще рассказывать о том, как я собрал тот или иной скрамбл, как я решил тот или иной скрамбл. Кроме того, у вас также будет возможность сверить свои результаты с моими, благодаря тому, что все скрамблы выписаны на листочек. Некоторые из вас, конечно, скажут, что я мог воспользоваться JJ таймером, но Максимка ведь не ищет легких путей, поэтому я решил выписать их на листочек. Ну что, первый скрамбл, вот он, на ваших экранах, и сейчас я заскрамблю кубик так, как это написано на листочке, а после чего его соберу. Итак, поехали. Ну что, сверяем с оригиналом. Один в один. Отлично. Значит, этот кубик я сейчас соберу, а на этом буду объяснять, что же я тут насобирал. Итак, держите, поехали. Вот он мой волшебный таймер, точнее не мой, но волшебный. Итак, первая попытка первого выпуска рубрики AVG-5. Итак, результат 17,53 секунды. Сашка фиксирует первый результат, но на этом кубике я теперь постараюсь объяснить, что я тут натворил, и почему у меня получился такой результат. Итак, я взял кубик... Я взял кубик белой стороной слева и зеленой стороной вверх. После чего поставил первый элемент креста на свое место. Этим элементом стал бело-зеленый. Вторым элементом креста, который я поставил на свое место, стал бело-оранжевый элемент. Как вы поняли, я собираю кубик боковым хватом, поэтому крест у меня слева. После чего в два хода я поставил красный элемент на свое место и затем синий. Сделал вот такой доворот, и первое, что бросилось мне в глаза, оказалась зелено-оранжевая пара. И теперь обратите внимание на то, как я ее решал. Вот он угол, вот оно ребро. Я решил вывести эту пару на трехходовку. То есть угол я решил оставить на своем месте, а вот ребро переставить отсюда сюда. Для этого я сделал следующее. И у меня получилась трехходовочка. Я загнал ее в свой слот, после чего увидел сине-оранжевую пару. Вот он уголочек, вот оно ребрышко. Именно про такую ситуацию я вам рассказывал в одном из выпусков воскресных фишек, но сам эту ситуацию я решил по-другому. Я сделал вот так. И загнал пару на свое место. После чего я увидел красно-бело-синий элемент, выгнал его и то же самое сделал вот с этой парой. Абсолютно то же самое, что и с предыдущей. То есть мне попалось две одинаковые пары. После чего я увидел, что красно-зеленое ребро стоит на своем месте, но перевернуто. Нашел угол и точно так же, выведя на трехходовку всю эту красоту, я доделал F2L. После я увидел, что мне попался OLL-рюмка, сделал этот OLL с помощью своего любимого фингертрикса U2 левой рукой и понял, что мне попался PLL Австралия. Ну и уже доделал Австралию, так как я объяснял это в своих обучающих видео по PLL. Ну что, переходим ко второму скрамблу. Поехали. R, D, U2, L' F2, U, R, B2, D' U2, B' R' F, L' D2, B, U' R2. Сверяем. По-моему, все сходится. Итак, поехали. Вторая попытка, 15-секундная прединспекция. R, D, 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 17-87. Что самое смешное, мне попался тот же самый ULL. Абсолютно тот же самый ULL. Ну что, сейчас буду объяснять, как я собрал вторую попытку. Я сразу увидел синий элемент креста и красный элемент креста. Ну и естественно поставил их в два хода. Три точнее. Потом я заметил здесь бело-оранжевый элемент, поставил его, но потом уже из такого состояния поставил бело-зеленый. Довернул крест и первая пара, которую я заметил, стала вот эта зелено-оранжевая пара. Для нее я знаю очень быстрый алгоритм, который очень удобно исполнять боковым хватом. И она на месте. После чего мне бросилась в глаза красно-зеленая пара, которая встретилась мне и в первой попытке. И она меня преследует, наверное, потому что я снял воскресную фишку на эту тему, но делаю сам ее по-другому, потому что опыта еще не хватает внедрить всю эту красоту в сборку. Я выгнал реберный элемент, после чего загнал пару с помощью алгоритма трехходовки. Конечно, сразу мне бросилась в глаза красно-синяя пара. Я подвел ее к своему слоту, разделил вот таким вот образом. и у меня точно так же получилась трехходовка. Трехходовку загнал самым простым способом, после чего получил бонус в виде готовой пары. готовая пара встает на свое место, и у меня опять получается тот же самый ОЛЛ, который ожидал меня и в первой сборке. Та же самая рюмка. Я сделал рюмку, и после чего вышел на ПЛЛ, как он называется, рельсы. Ну, ПЛЛ рельсы уже, конечно, я медленно показывать не буду, просто не вижу в этом смысла. Итак, это был второй скрамбл. Поехали к третьему. Третий скрамбл. Л2, Ф2, Л' В2, Л' Д, У2, Д' Р2, Б, Л, У, Л, Р2, Б' Ф2. Ну что, сошлось? Да, сошлось. Итак, третий скрамбл. Поехали. Что же нам летает? 14,62. Итого. Теперь, конечно, будет тяжело восстановить, что я там наделал, потому что решения я принимал самые странные. Я сразу увидел, что после бело-оранжевого элемента у меня почему-то идет бело-зеленый, хотя должен идти бело-синий, поэтому я это исправил. Поставил на свое место бело-синий, потом поставил на свое место бело-красный, ну а потом и бело-зеленый. Первой парой, которая бросилась мне в глаза, стала готовая красно-синяя пара. Я ее подвел вот таким образом к своему слоту и загнал. После чего я увидел, по-моему, зелено-оранжевую пару. Зелено-оранжевое ребро стояло на своем месте, а бело-зелено-оранжевый угол был недалеко от собственного места, поэтому вот эту красоту я сразу превратил в пару и загнал ее в свой слот. Вот таким образом. После чего я уже понял, что где-то ошибся. Ну ладно, тогда просто продолжим это видео и я уже буду объяснять не то, как я собрал этот кубик, а просто сделаю этого заново. Итак, вот она пара, готовая пара уже практически, которую очень легко загнать в свой слот. Отводим. И пара готова. После чего загоняем ее в свой слот. Ну и последняя пара решается с помощью двух вот таких вот необычных пиф-пафов. Ну вот. ОЛЛ у меня получился некое подобие квадрата решающиеся, точнее некое подобие мягкого знака решающие в шесть ходов. Вот так. Вот такое решение в шесть ходов и ПЛЛ у меня, как вы понимаете, юг с тройным блоком. Ну вот, собственно, и все. Решил я этот кубик совершенно по-другому, но свое решение восстановить, к сожалению, не смог. Поехали. Переходим к четвертому скрамблу. Ой, вот это здесь скрамбл сложный. Ф2, Р2, Д, Ф2, Д2, В2, Д2, Р2, В2, Уштрих, Ф2, Дштрих, Л, Д2, Л2, Дштрих, Ф, Д2, Р, Фштрих, Л. Сошлось? Сошлось. Отлично. И сразу вижу два элемента креста уже стоят на своем месте. И это, конечно, очень-очень здорово. Ну что ж, поехали. И опять у меня по традиции кубик улетел. Теперь он далеко улетел. Теперь далеко улетел? Куда? Сошлось. Под диван. Под диван? Да. Ну, ладно, я пока на этом кубике постараюсь найти такое же решение, которое сделал только что и объяснить вообще, как я все это сделал. Итак, два элемента креста на своем месте. Я решил не трогать синий, я решил начать с оранжевого. Вывел его сюда, потом вот сюда, поставил его после зеленого и поставил на свое место синий. Потом довернул и первая пара, которая мне бросилась в глаза, была пара, стоящая неправильно в чужом слоте. Я ее вывел наверх, объединил элементы пары и загнал, обратите внимание, через D. вот она уже там. Второй парой, которую я заметил, стала вот эта красно-синяя красота. Я вывел все это дело на трехходовочку и загнал ее в три хода на свое место. После чего мне бросилось в глаза, бросился в глаза вот этот угловой элемент. Я его вывел наверх, увидел, что ребро зелено-оранжевое тоже стоит на своем месте и сделал привычный для себя алгоритм. После чего повторил абсолютно тот же алгоритм с сине-оранжевой парой. У LL мне попался скобка. К сожалению, медленнее я его показать не могу, потому что если начну делать его медленно, то запутаюсь. запутаюсь. Ну и в PLL встречный автомобиль, на котором я очень дико ошибся, поэтому вместо нормального результата у меня получилось 18 секунд. Но вы все знаете, как делается этот алгоритм, поэтому на нем я свое внимание заострять не буду. Итак, это был четвертый скрамбл, ну а теперь последний, пятый. F2 D2 L2 B2 D' R2 D' L2 R2 U' L2 R2 B' А это что такое? L U' A' L U' L U' L U' L U2 F' U B2 L' A' И вот первая моя ошибка в скрамблинге. Все равно крест хороший. Все равно крест хороший. А где же я ошибся? На какой-нибудь D' D' Наверное. Или в L' L' Где-нибудь да ошибся. Ну ладно, че ж, я все равно перескрамблю. Ничего страшного. Ты можешь собирать начать на этом. Наверное, как же мы сравним тогда. А может быть и ты ошибся. Да нет, это я ошибся. Может я ошибся. И так, еще раз. Вторая попытка скрамблинга. F2 D2 L2 B2 D' R2 D' L2 R2 U' L2 R2 B' L U' B' L U2 F' U B2 L' Вот теперь сошлось. И все равно да, хороший крест. Крест, который решается в три хода, друзья, в три хода крест. Ну что, посмотрим, что из этого получится. Пару никакую я, естественно, не просчитал. Хорошо хоть трехходовый крест смог просчитать. Поехали. И по той лице кубик улетает. Да. Еще одна 18-секундная сборка, потому что опять я ошибся на PLL. И как всегда вот об этот батут кубик ударился и улетел куда подальше. Ну а теперь объясняю, как я все это сделал. Ну, естественно, два элемента на своем месте. Третий становится на свое место в один ход. Но есть же еще четвертый, поэтому я подвел четвертый, поставил третий, поставил четвертый. Все, до ворот. После чего я увидел, а что я увидел, я уже не помню. По-моему, я увидел зелено-оранжевую пару. Да, я увидел зелено-оранжевую пару и стал работать с ней. Вот такой трехходовочкой загнал ее на свое место, потом увидел синюю-оранжевую, да, так оно и было. Здесь все просто. Я сделал U, R2, U-штрих и получил трехходовку. А потом я получил готовую красно-зеленую пару, которую также загнал на свое место. А потом получил неудобную пару, когда угол уже на своем месте, а ребро где-то гуляет. вот эти пары я как раз-таки не люблю, их очень неудобно решать боковым квадом, по крайней мере я не знаю нормального решения. поэтому что я сделал? Увел ее, получил вот такую пару и всю эту красоту загнал. После чего вышел на ОЛЛ вертолет или человечек, как хотите его называйте. Алгоритм этот я люблю, потому что я там могу целых два раза применить свой любимый фингертрикс. Вот он. И вот еще раз я применяю этот фингертрикс и выхожу на ПЛЛ, который минут 15 сидел определял. Ну я преувеличиваю конечно, но я сразу не смог понять, что это летающая тарелка или как я ее называю угол. Долго-долго определял, потом сделал двойной перехват и только после этого начал делать угол. Да еще я ошибся на нем. Ну и вот получилась такая билиберда. Итого, давайте считать мое среднее время. Лучшей попыткой из всей этой красоты будет 14.62, а худшей 18.22. Соответственно, эти попытки мы вычеркиваем и суммируем все остальные. 17.53, прибавляем 17.87, прибавляем 18.12 и получаем примерно высокое 17. А, еще делим все это на 3. Да, 17.84. Ну вот, это мое среднее время, друзья. Теперь очень хочу, чтобы вы, попробовав пять раз собрать кубик по этим скрамблам, также посчитали свое среднее время и сравнили. Желаю вам успехов и надеюсь, что у вас будет быстрее, чем у меня, потому что я собираю кубик пока еще медленно и хочу учиться собирать быстрее. Надеюсь, что во втором, третьем и в последующих выпусках мое среднее время будет лучше. А пока что всем спасибо и до новых встреч на моем канале.